Готовы ли современные школьники к выбору профессии? Когда нужно начинать профориентирование? С чем нужно работать? Какие аспекты учитывать, чтобы человек в будущем выбрал дело жизни, трудился во благо и себе и другим? Чтобы труд не становился просто способом зарабатывания денег, а приносил пользу и удовольствие? На все эти вопросы поможет ответить проект Алексея Громова, который называется «Профориентирование. Работа рядом с домом». Помочь уже со школьной скамьи в профессиональном самоопределении, учесть психологические особенности и возможности ребенка, понимать потребности общества, определить психологический тип школьника для того, чтобы определить подходящие для него виды деятельности, провести экскурсии на предприятия шаговой доступности, Щелковского муниципального района и близлежащих городов. И, конечно, активизировать и развить проект в этой области. Вот задачи, которые ставит перед собой номинант премии губернатора нашей Подмосковья Алексей Громов. Скажите, пожалуйста, любите ли вы свою работу? Получаете ли вы радость от своей работы? Как сказал один мудрец, ну, врать другим – это вопрос этики, а врать себе, по крайней мере, это глупо. Ответьте себе на этот вопрос, и тогда, в общем-то, все станет ясно. Задача проекта – повысить процент людей, которые получают радость от своей работы. Если нам удастся хотя бы сделать это на 1-2%, это уже будет мощнейший прорыв, но, естественно, в этом направлении мы будем работать дальше. Сам Алексей – человек, увлеченный своим делом, которому с удовольствием посвящает жизнь, основатель школы английского языка и психологии английские сезоны. Опыт личного роста в профессии он не просто приобрел и реализовал, но и синтезировал, подкрепив психологическими знаниями. Получил образование в Московском государственном университете имени Ломоносова. Идею проекта по собственному признанию Алексей решил воплотить в жизнь, когда точно понял – профориентирование школьников сегодня необходимость, а стимулом к созданию и проработке послужил форум «Наставник», в завершении которого президент Путин озвучил идею о внедрении в школы профориентации. Он сказал буквально следующее. Я очень хочу, чтобы наши молодые люди в школах, учащиеся 6-10 классов, дать им такой проект, который бы назывался профориентация, и его можно было бы назвать «Билет в будущее». Ну и вот это послужило дальнейшим толчком для того, чтобы полностью включиться в реализацию данного проекта. Проект Алексея Громова – профориентация работы рядом с домом. По его же словам, вполне может стать очень результативным, ведь стране нужны и умелые руки, и умные головы, а самое главное – квалифицированные кадры. Кстати, подобная практика имеет вполне продуктивную основу. В Советском Союзе профориентирование активно внедрялось и приносило свои результаты. За основу берется идея, что непосредственно стране нужны квалифицированные кадры. И не просто квалифицированные кадры, а чтобы квалификация и радость от работы совпадали. Тогда получается очень мощный синергетический эффект. Во времена Советского Союза это все было. Сейчас тоже данные проекта проходят. Но моя идея заключается в том, что мы с вами вот эти три контура объединяем. Реализация проекта только начинается. Работа по профориентированию уже с сентября будет вестись на базе 4-й школы имени Петра Климука. Первые шаги уже сделаны. Первый этап – психологическое тестирование, а затем экскурсии на предприятие. Был заключен ряд договоров с предприятиями, куда мы уже в середине сентября, когда дети адаптируются к учебе, непосредственно будем совершать экскурсию. И знакомить детей и их родителей с предприятиями шаговой доступности, которыми просто богат Щелковский муниципальный район. Лилия Тимива, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова